В ночь с пятницы на субботу на трех городских объектах приступили к одному из сложнейших и важных технологических процессов – перекладки новых труб теплотрассы с переходом через проезжую часть. Под пристальным вниманием мэрии Самары, ресурсников и подрядчиков перекрестки улиц Аврора-Печорская, Мариса-Тореза-Мяги, а также один из главных городских маршрутов – проспект Кирова. Оперативность и сложность работы обусловлены высокой плотностью трафика на этих участках дорог в будние дни. Я на своей памяти, чтобы вот так жестко принять мне решение, пришлось закрыть Аврору. Это впервые за свою долголетнюю работу. То же самое опять подгадали три дня для того, чтобы не кошмарить участников улично-дорожного движения. Уже к раннему утру 12 июня рабочие подготовили специальную щебеночную подушку для основания, на которой в этот же день легли свежие трубы тепловых коммуникаций. Например, на улице Печорской протяженность обновляемой теплотрассы – 212 метров. Этот участок тепловой сети питает порядка 190 зданий, включая 130 жилых домов, 8 медучреждений и детский сад. Трассу смонтируют и введут в эксплуатацию на постоянной основе. Уже сегодня, 15 июня, жителям дадут горячее водоснабжение. Переход данного участка мы готовили за неделю, то есть был завезен все материал, который необходим для перехода улицы Авроры. Также был разработан график прохода, организован круглосуточный режим работы. Мы соберем все по постоянной схеме, данный участок уже запустим без резерва. Вот так выглядят старые, изъеденные ржавчиной футляры для труб, которые рабочие демонтировали на участках. Не только для специалистов, но и для всех прохожих и местных жителей, которые наблюдали за ходом работ. Было очевидно, что преображения будут значительными. По утверждению представителя подрядной организации, новый трубопровод позволит увеличить срок службы коммуникации до 50 лет. Такого срока годности добились благодаря оснащению труб новой пенополиуретановой изоляцией. Обслуживание тепловых сетей также облегчили, установив внутри систему оперативного диспетчерского контроля. С помощью специальных приборов с точностью до одного метра можно будет определить, в каком месте произошел порыв. И где именно нужно будет копать для ликвидации проблемы, чтобы жители получали воду бесперебойно. Мы вообще ждали такого масштаба работы, конечно. Ну, надеемся, как вот я читала, что до 24 июня все это закончится. Но вот Аврору перекрыли, как я читала, тоже до 15 числа. Будем надеяться, что сроки уложатся. Уложились не в срок, а даже раньше. Таким образом, движение по перекрестку Мариса Тореза-Мяги удалось открыть уже к вечеру 13 июня. На перекрестке улиц Аврора и Печорская транспорт смог беспрепятственно проехать в районе 6 часов вечера. Аналогичным образом открыли движение и на проспекте Кирова. Трамваи вышли на линию после 2 часов дня, а дорогу для всего остального транспорта освободили после 18.00 в оба направления. Сейчас в городе технически перевооружают теплотрассы на 12 объектах, в том числе в рамках модели теплоснабжения «Альтернативная котельная». Всего в первоначальном плане числятся 47 объектов, однако готовятся документы на увеличение их числа до 58. Напомним, что возможности такой протяженной и объемной перекладки тепловых коммуникаций появились после того, как Самара вошла в ценовую зону теплоснабжения и в числе первых городов-миллионников начала масштабные работы с привлечением инвестиций в 2,9 миллиарда рублей. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров, Сергей Баскин. События.